Дорогие друзья, хочу познакомить вас с каналом Алена Лайф. Этот канал ведут девочка Алена, которая сейчас ходит в пятый класс и ее мама Наташа. Также в их семье есть просто прекрасный, обаятельный и очаровательный кот Тихон. Вот, посмотрите, первый учебный день в лицее. Алена такая смешная. На этом канале вы увидите также ее прогулки с щенком виски. И очень много видео о том, как на самом деле живется людям на Сахалине. Между прочим, это очень интересно. Здесь как проходят праздники. Вот, День нефтяника корпоратив, зажигаем на День нефтяника. Тут и про тайфоны. Канал на самом деле очень интересный, потому что здесь идет видео, как и от мамы Алены, от самой Алены. И много видео о их любимых животных виски и Тихоне. Мне кажется, это будет интересно для всех. Здесь даже есть видео о том, как можно засолить икру. Даже взрослым людям будет интересно. Мастер-классы, вот видите, тут проходят. И поэтому заходите, ребята. Заходите, смотрите и поддержите девочку. Они завели канал в один день со мной. 20 октября 2017 года. Я вам рекомендую его посмотреть, оценить и поддержать девочку Алену. Алена, я желаю тебе во всем удачи. Добрый день. Здесь вот видно, какие у меня волосы. Какие-то красноватые. Скоро надо будет уже заново перекрашиваться. У нас сегодня воскресенье. Дети у нас тут поиграли. Я пока еще не стала ничего собирать. Там и штаны валяются. В общем, все валяется. Я только что закончила загружать второе видео. Вот, вязала-вязала круг. И вот, не нравится, у меня немножко шишечка получилась. Все, не могу. Я уже так большой его связала. Взяла, весь распустила. Вот, когда немножко не так, не могу я. В общем, распустила. Это все соберется. Пусть лежит. Играли дети. И постель тут таскали. И вы знаете, пусть... Кот! Ну что наделал? Олешенька! Он что-то там спер и намусорил мне на... На это... Я не знаю. Это от отстатков. С этими котами. Я посуду уже мыла, а мы обедали. И не помыли еще. Олешенька в штанах, даже их показывать не буду. Как оденет что-нибудь. Вот. Вот, уберешь. На. Ребятишки вместе с Дариной убежали играть. Как всегда в наш любимый центр семьи. Мама, можно мы пойдем? Можно мы пойдем? С утра... Ой, извините. С утра камеру даже в руки еще не брала. У нас не поймем, что за погода. То ли прохладно, то ли как. Но ребятишки, в общем, в куртках ушли. А мы сейчас поедем с Васей в магазин. Нам нужно купить хлеб. И комбикорм для кур. И для цыплят. Но цыплят уж тоже большие. Большие, прибольшие. Пойду гляну, где они там убежали. Вот опять мусор у нас накопился. Ой. Я как выйду, Вася что-нибудь сделает новое. Я как выйду, он что-нибудь новое. Вот здесь вот все прибрал. И сделал. Типа стоянку для велосипедов. Ну, хорошо придумал. Я даже не знала. Что так сделает. Ну, удобно. Они, похоже, уже где-то здесь играют, а не там. Нет, не слышно здесь. Значит, вон там играют далеко. Собаки бегают. Вот на самом деле я не люблю, когда собаки бегают. Кто его знает, что собаки на уме. Столько ребятишек у нас. Вдруг цапнет. Вот зачем отпускают. Недавно только в подслушанной у нас был такой скандал. Машина задавила щенка. Ну, в общем, как всегда. Одни за то, что водитель виновата. Другие за то, что сами хозяева виноваты. Кто прав, кто виноват, не разберешь. Ну, лучше бы, конечно, не пускать собак. Если уж выпустили, то хотя бы на поводке. Все, папочка, поехали. Мы отпускаем Жюлю сейчас. На ночь. Вот она бегает тут везде. Вот Вася все-все закрыл везде. Пока куры, конечно, мы ее не пускаем. Кур загоняем и собаку отпускаем. Да, куры? Так мы и не купили сюда сетку. У нас суббота, воскресенье магазины не работают. Вот сюда вот надо сетку. Я уже говорила об этом. Чтоб не лазили тут. Ходите. Да хулиганки какие-то. Ладно, папочка, пойду одеваться, поедем в магазин. Да, хлеба дам мне. Какая у нас красота. Восемь совсем. Ой, дождь, наверное, пойдет. Вот такая погода прекрасная стояла. Видите, там вот тучи собираются. Какой яркий домик. Что купили? Сладенькое что-то купили? Там сильно не стукай, там пеномонтажная. Ого. Что купили, да? Мама, а сейчас выкладка нам купили? Мы купили вам дыню. Да, правильно. Все, пойдемте, пойдемте. Я купила виноград. Я вижу. Дыню. Все, пойдемте домой. Ты что? Там телефон. Деньги. Доча, ну нельзя по карманам лазать, некрасиво. А если... Алина, а есть у тебя жвачки в одной жвачке. Ну как вы погуляли, скажем? Хорошо. Хорошо? Мама, в одной жвачке я что-то у нее есть. Только... Алина, есть жвачки. Пойдемте домой, сейчас дождь пойдет уже. А если мама, алина, жвачки. Не знаю. Сейчас пойдете заново гулять, а Дарина купит вам жвачку. А мам, а дождь скоро будет? Быстренько сбегаете. Пойдемте. И жвачки мороженку. Нет, мороженку нет. Жвачки, жвачки. Мам, жвачки. Ну скажи, как ты еще радуешься покажи. Жвачки. Нихань, ну наступай. Три жвачки, три жвачки. Нет, сильно много. Одну на всех. Мам, давай лучше. Все, пойдемте. Пойдем. А что, одна, она быстро заканчивается. Мама, мам, а знаешь? Смотри, я гномик. Мам, две, три купим быстро. Одна быстро заканчивается. Саша, руки хочешь помыть? Да? Да? Что ж, синий. После дыни виноград вообще кислый, кажется. А мне нет. Дыня сладкая. Тебе нет? В общем, сидим. Кушаем вкусняшки. Женя говорит, ой, поскорее бы зима, да, Жень? Мороз, Новый год, горка. Моя день рождения. Так и сказала бы, за чего ты хочешь. Ага. Ну. Потому что я сильно так жду подарков своих. А что ты хочешь на подарок себе? Я хочу подарков. Ну, а что ты именно хочешь? А я хочу Новый год. Мотоцикл себе наказать. Настоящий. Нет, у Деда Мороза нету настоящих мотоциклов. Я вот, знаешь, хочу, я себя хочу настоящего хомячка. А я Кролика. Или Десятая память. Губа не дура у Сашки вообще. Он все просит у Деда Мороза. Томочка, богащи. Ой, какая гуля у тебя на это... На голове, да. Я так прическу сделала. Я закажу у Деда Мороза квадроцикл. Квадроцикл? Да. Я запрещу вам смотреть Кикидо. Как нас смотрятся, так начинают все просить. Что они там играют. Катя, Ваня. Ой, Катя и Макс. И Канец. Дыни, наверное, тоже уже в этом году последнюю едим, да? Тоже уже смотрю. Мы сегодня выбирали, она уже прям портится, видно. А арбузы уже вообще бесполезно брать, уже невкусные. Будем яблоки покупать тогда. Да. С мандаринами. Ну, мандарин зимой будем кушать. Ладно, приятного аппетита. Женя, что тут у тебя с такое с носками? Почему они такие черные? Наверное, грязные. Сашенька, пожалуйста, не ломай, доченька, дверь. Наверное, кроссовки грязные. Их надо выкинуть уже старые. Смотри, даже ударил. Мам, смотри, докуда у меня сумка. Да. А если вот так сделать, ну, вот и маленькая. На всю жизнь. А вот так? Угу, угу. Сильно большая. Вот, Арина, возьми вот эту сумку и ходи с сотовым телефоном своим. Сейчас скажи, мам, ты предлагаешь мне, да? Для мамы своя нормальная сумка. Привет, Ален. Здрасте. Ты что такая соплина? Всем привет. Я сначала купила, потом подумала, короче. А, мороженое я купила? Угу. Думаю, вдруг болеет кто-нибудь. Что, как у вас тут дела? Ну, ничего, потихоньку. Все хорошо. Петухам ложки. Ну, аж пять петухов. Два оставили, три. Ален, я бы тебе на выходные приеду. А выходные кончились уже. Ну, выходные-то кончились. Ну. На выходные. У меня бы они еще начинались. На следующие? Да. Там бедную Томку сейчас заклюет. Приезжайте. Так, мама. Мама, прикинь. Ну, бывает. Мама. Да? Там, короче, Тошка ела этого борха. Курица около него крутится, она все смотрит. Курица начинает смотреть. Друзья, ты тоже такой, типа, что? На улице хорошо. Типа, она думает, все на улице. Сегодня Тому не ложила сегодня спать. Вчера она легла спать. И, слушай, ну, уснула, наверное, около двенадцати ночи. Ну, это же дурдом. Куда ее? Я говорю, нет, пап, все, я не буду ее сегодня ложить. Сейчас баню сходим и восемь часов положим. Уже Женя с Сашей спят, она все ни в какую, все играет. Дочи, ну, не трогайте вы. Зачем вы их гоняете, дочи? Спасибо. Видишь, возмущается как. Ну, ругается. А Ленку умеет ссылку делать. Она бросит, как курица полетит. Вот такая кормит их. Тома умница, ага. Мой посолник, дай. Как у тебя дела-то? Как? Работа, работа, еще раз работа. Началась работа, конечно. Сейчас, не знаю. Подготовка к дню рождения идет. Двенадцатого юбилей же. Какого? Меня. Двадцать пять лет уже было? В Нусинск ребята приедут ее. С Красноярска. Двенадцатого ноября, ты же далеко. Мне мама вообще шубу купила на день рождения. Да ты че? Она мне тут пишет ватсап. Восемь утра. Я на работу собираюсь. Она мне присылает ватсап. Мы купили тебе шубку. Под нее надо шапочку. Шапошки. И шумочку. Я перезваниваю. Я говорю, это шутка какая-то, что ли? Ну, она еще так через шеф все написала. Она говорит, нет. Купили за 120 тысяч норки тебе. Я, говорит, не хотела, говорит, сюрпризом сделала. А потом думаю, вдруг ты сама себе купишь или Сашка купишь. Аленка, хочешь покаремить? Я говорю, да господи, мама, я бы никогда в жизни не купила себе шубочку. А короткая ребенка? Я говорю, по колено. Я говорю, а если маленькая будет? Я же расту. Надо бы, конечно, худеть, а я расту. Ну, ничего, похудеешь. Повод есть теперь. Ну, конечно, за такие деньги. Я говорю, ну, мы же собираемся к тебе на юбилей приехать. Я думала, они не приедут. Потому что там то с машиной проблемы у папы, то еще. А тут, ну, вот, приедем. Мы же не с пустыми руками приедем. Ну, молодцы, родители, что говорить. Я говорю, ну, вот этот подарок, так подарок, конечно. Такие денежища в рассрочку взяли. Зачем? Я сначала ругаться начала. Ты не ругайся, говорит, а радуйся. Мы же радуемся. Папа, говорит, даже не психовал, ничего. Сам за только был. Он обычно как бы насчет таких вещей мне против. Маму уговаривает, а тут, говорит, наоборот, сам. Ну, молодец. Практически его идея была. Кулица такая. Ну, хорошо, будем общаться. Хочу поздравить с днем рождения Настю Монакову, Сашу Ход и Овчу Валю и Настю Комову. Прекрасный повод для улыбки сегодня с самого утра. И в поздравительной открытке я пожелать хочу добра, здоровья, счастья, настроения, любви, весны, веселых дней, побольше денег, уважения, дороги жизни поровней. Дорогие наши девочки, Настя, Саша, Валя и еще раз Настя, поздравляю вас с днем рождения. Все, что я вам пожелала, обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Я хочу вам сказать до новых встреч, друзья!